Новопетровское кладбище условно разделено на два типа. Старое и новое. И его территория совсем не маленькая. Если новые захоронения упорядочены, то старые расположены достаточно хаотично. Кладбищу более ста лет. Раньше не хоронили людей в ряд. Награждение для кладбищ городского округа выделили более 9 миллионов рублей. И на кладбище в Новопетровском, как на одну из самых больших территорий захоронения в округе, запланировали установку 600 погонных метров сплошного забора. Большую часть уже установили несколько дней назад. Для удобства посетителей кладбища в сплошном ограждении сделали 15 проходов. Когда жители увидели результат, их он, мягко говоря, не устроил. Куда этот проход ведут? К этому кусту? Больше никуда не подойдешь. Вот там тупик, там тупик. Все. Здесь же получается еще через несколько метров еще один проход, правильно? Вот этот. То есть там мы видим ситуацию, что примерно метров двадцать прохода нету, а здесь через каждые почти пять метров. И дальше тоже прохода нет. Здесь проход получается только для одной могилы. Вот, грубо говоря, вот для этой. Потому что дальше здесь уже ограда и здесь уже забор стоит. То есть это проход отдельно, специально для вот этой территории, эта могила. И все. Вот тут можно было сделать проход. Вот нужно было сделать. Чуть-чуть рядом, да? Да. Посмотрите. Чуть-чуть. Да. Зачем было сделать? Вот здесь, когда можно сделать, немножко подальше. Подальше. Но голову-то надо тоже включать. А ничего, не в себе все. Или что? У меня родители вот под березы. Я не могу пройти. Зимой доступность до могил вообще отсутствует как термин. Навало снега между захоронениями. Практически не очищены подходы. Ухаживать за могилами своих родственников стало намного труднее. Не только из-за снегопада, но и из-за нового забора. Путь до захоронения увеличился в разы. Приходится делать большие пешие крюки. Мусор, листва, кладбище старое. Тоже мы все убираем. То есть в эти мешки. Тут есть специальное место, куда мы это все выносим. Там веночки, цветочки. Обходить, представляете, да? Там если мешок объемный донести. То есть, получается, придется обходить почти там 800 километров. Ну, очень много. Не очень удобно. Да, сделали 15 проходов. Но логику в их расположении представить трудно. Чем руководствовались подрядчики, не ясно ни жителям, ни нам. Где-то проходы установлены через каждые 5 метров. Где-то сплошной забор на протяжении 30 метров. Где-то проход ведет в тупик, а где-то к одной единственной могиле. То есть здесь прям длинное участок, где нету проходов, да? Нету проходов. Здесь все могилы, здесь все могилы. Естественно. Вот можете посмотреть с этой стороны. А здесь забора нет. Его еще не установили. Еще не установили. В 23-м году. Посмотрите, как там можно пройти. А не дай бог там кого-то хоронить будут. Как это можно захоронить? Еще одна явная проблема. Забор установили буквально вплотную к ограждениям могил. Летом протиснуться крайне сложно. Зимой, считайте, невозможно. Можно было бы предположить, что проходы в заборе сделали в тех местах, где находятся народные тропы. Но ведь это не так. Инициативные жители села на собственные деньги обустраивали подход к могилам. Но эту готовую тропу попросту проигнорировали, закрыв ее сплошным забором. Мы его самолично делали, благоустраивали, отсыпали щебенкой. И вот видите? Вот. Здесь вообще не пройдешь. Наш проход вот за тем серым памятником. Большой широкий проход. Мы сейчас можем пройти и посмотреть. Шикарная дорожка, которая отсыпанная, сделанная была нашими руками. Всегда благоустроена. Насколько я понимаю, сейчас проблема в том, что мы не видим, и сотрудники администрации не видят народные тропы, которые жители протоптали здесь за огромное количество времени. Летом было бы понятно. Вот на ваш взгляд, где и сколько нужно сделать таких проходов, чтобы жителям было удобно? Сейчас это невозможно просчитать, я с вами согласна. Но работники кладбища, когда еще не ставя металл, а просто ставя столбы, они прекрасно знают, куда местные жители ходят больше. Кто даже зимой ходит, вот такие, как мы. Как вот здесь вот соседи вот там вот проходят еще с той стороны. Немного не ясна логика в целом установки сплошного забора. Проходы есть, они не закрываются. Доступ к кладбищу по факту есть у любого человека 24 на 7. Но жители не против установки ограждений. Они только хотят банального удобства и доступности к могилам своих родственников. Жители просто хотят, чтобы их услышали. Чтобы услышали людей, которые ходят сюда регулярно. Для которых это не просто кусок земли. Мы покажем, сделайте вот тут, тут и тут. Потому что мы же знаем, как мы столько лет уже, да, и не мы, и мамы наши ходили, и там бабушки, дедушки. Стоит только их спросить. Максим Рыков, Иван Масалев, Истра РФ.